то расскажу, например, как я делал штуку из последней игры «Свидума». Вот такую вот, о которой кто-то спрашивал на прошлом четверье. А, ну да. И посмотрим заодно это на примере использования визуальных шейдеров в VDOTE. Привет. Привет. В общем, визуальный шейдер — это типа визуальное программирование шейдеров. Можно из блоков составлять шейдер. А, это шейдер как только в VDOTE? Да, вроде в Unreal точно есть что-то похожее. Но и как это работает, просто оно генерирует какой-то код из этих штук. Ну, то есть не надо писать вот этот C-подобный код для шейдера. И насколько я помню, тут сразу же и фрагментный, и вверх, и в шейдер. Да, они тут в разных вкладочках. А, здесь делали через вкладки. Понятно. Да, если ничего не трогать, то там используется преобразование все по умолчанию. Так что, если с вершинами ничего необычного делать не нужно, можно его просто не трогать. Так, вот простейшая штука просто меняет цвет и генерируется вот такой код. О, он даже показывает код, который генерирует. Да, он показывает код. Это удобно делать, когда дебажишь свои кастомные ноды для шейдеров. Про кастомные тоже, может, немножко покажу потом. Ну, в общем, он просто создает какую-то переменную, записывает значения. Как-то так, короче. Ну, код скорее даже, да, пока неинтересно. В данном случае ты берешь ноду цвета, когда генерирует константный цвет. Да, просто генерирует константный цвет и связываю его с выходным цветом. Можно еще брать альфа-канал отсюда же, и тогда прозрачность тоже будет меняться. Да, еще классная штука, которая пока не так наглядна пока. Это можно смотреть, как будет выглядеть какой-то промежуточный результат вычислений. На примере квадратика с текстурными координатами от 0 до 1. Ну, сейчас это не так интересно, но если мы возьмем, например, сразу текстурные координаты и посмотрим, то мы увидим вот такой градиентик, который показывает, собственно, переход от 0 до 1 по красному и по зеленому. Потому что там x, y, и они превращаются в красный и зеленый, соответственно. А, потому что uv координаты это просто x, y только, и x, y, а z нет у нас координаты, и это превращается все в r, g, а b нет, поэтому red, y нет. Да. Так. Ну, сейчас примерно расскажу, как делается та штука. Так, с чего начнем? Начнем с шума. У меня тут есть такие вот ноды, которые умеют генерировать шум без использования текстурок прямо внутри шейдера. Там огромный код, который очень сильно грузит графический процессор, так что это плохая идея, если, конечно, вы не хотите сделать игру вообще без текстур. Я просто подумал в какой-то момент, что было бы прикольно делать графику без текстур, чисто на шейдерах. Накидал кучу таких нод, потом у меня закончился энтузиазм, чтобы делать что-то более законченное. Но я на всякий случай законтребютил их в открытую библиотечку с нодами для шейдеров. Может кто-то использует это, может нет. Собственно, берем генератор двухмерного шума Перлина. А, его же можно сразу посмотреть. Да, можно сразу смотреть тут. Тут делаем что-нибудь побольше. И видим вот так вот. Так, что нам нужно для вот такой штуки? Нужно, чтобы вдоль по одной из координат у нас менялся случайно какой-то параметр. Потом он еще со временем будет тоже немножко сдвигаться. Что для этого нужно? Нам нужно взять одну из координат. Для этого нам нужно вектор входящий разложить на отдельные компоненты. То есть у нас тут по x. Одна текстурная координата, а тут другая. Мы их можем брать как скалярные штуки. И потом снова собрать вектор. Пробросив тут только одну координату. Вот у нас есть на выходе вот такая штука. А, это шум Перлина, который подавали не просто x, y в пространстве y координат, а подавали только x, а y там был 0, поэтому он вот такой вот как штрих-код выглядит. Да. Сейчас мы можем еще докинуть, чтобы она изменялась со временем. Для этого в y координату засовываем время и получаем вот такую штуку меняющуюся со временем. А время у нас откуда до куда считается? Это просто числа от нуля до плюс бесконечности, да? Да, вроде от нуля до плюс бесконечности. Вроде в секундах. Но это не точно. Ага. Вот если сейчас слушать внимательно, можно услышать, как напрягается мой графический процессор. Потому что шум считается чисто на видюхе в шейдере. И мы будем в будущем напрягать его еще больше, потому что там нужно будет еще один шум считать. Но это в будущем. Так, что нам еще надо? Как мы считаем эту штуку? Мы считаем... Сначала мы нарисуем просто какую-то прямую вокруг середины спрайта по горизонтали. Для этого нам нужно считать расстояние от середины спрайта по горизонтали для начала. И делать это можно примерно так. Берем вычитание. Берем координату по вертикали и вычитаем 0,5. И берем по модулю. Получается вот такая штука. А, понятно. У нас координаты от 0 до 1. Мы выучили 0,5, сместили. Потом взяли модуль и отразили симметрично. Да. В общем, на самом деле с такими штуками, как расстояние до какой-то линии, до какой-то поверхности, можно еще больше приколюк делать, но про это как-нибудь в другой раз. Так. И теперь нам нужно... Нам пригодится вот такая функция, которая возвращает единичку, если одно из значений больше другого, и 0, если оно меньше. Ой. Звучит как функция активации университета. Да. На самом деле там есть еще склажная функция и прочие вещи. Ага. Так, стоп. Сейчас. Можешь еще раз объяснить, что делает ScalierOp? ScalierOp – это просто какая-то операция с обычными числами, скаляром. В данном случае она делает функцию step, которая возвращает или единицу, или ноль, в зависимости от того, какое число исходящих больше. Ага. И еще нам понадобится другая функция, чтобы задавать цвета этой штуке. Тот самый lerp, который mix. Сейчас он выглядит одинаково, хотя, пожалуй, можно сделать... сделать векторный mix. А, и там сейчас у нас 0, 0, 0, 0 – это непонятно что, а теперь мы сможем задавать цвета. И будем... А-а-а... И будем... А-а-а... А-а-а... И можно сделать то же самое с альпаканалом. У нас же вроде должен был совпадать с той брендюшкой, которая в коняр опит или нет? Разве не совпадает? А, просто сверху оно вот так вот сплющено? Сверху оно растянуто по горизонтали, такой тонкий длинный спрайт сделан. Так, сейчас бы нам эту штуку сделать немножко потоньше. Просто берем одну из этих штук, сравниваем их и умножаем. Так, оно стало тоньше, но оно все еще как-то быстро меняется со временем. Еще было бы круто, если бы оно как-будто двигалось как-то. Для этого берем и добавляем время еще и к кексу немножко. Так, чтобы он его смещал. Сейчас не меняется x, поэтому шум одномерный получился. Сейчас константа выходит, потому что там нолик указан. И сейчас ты время тут добавишь? Да, сейчас добавлю время и оно побежит, побежит. Там наверно какой-нибудь мультиплан надо добавить, чтобы время замедить. Да, надо какой-нибудь мультиплан еще добавить. Вот такая штука. И короче, многим не нравятся визуальные шейдеры из-за вот такой вот грязи. Потому что иногда куча каких-то простых преобразований складывается и получается такая запутанная, ужасная фигня. Но на самом деле это можно обойти. Можно тупо вставить кусок кода. Слушай, а у них такая штука есть прикольная. Да, у них есть такая штука. А, это имя переменной там, да? Да. И эти входные и выходные переменные будут доступны в виде переменных внутри этого куска кода. Угу. 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 Окей, классно. То есть, получается, ты хочешь компактно написать вот там несколько узлов для умножения, которые не очень удобны. Ну да. Угу. 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 А, нет, там не так было. Премия плюс ВПКСУ. И вот эту штуку тоже можно предпросматривать на самом деле. Хотя это не очень полезно, потому что у нас все значения больше единицы в данный момент. И оно просто белое. Но если там будет какой-то адекватный цвет, то будет выглядеть полезно. Да, еще оно, если очень уменьшить... Чего за? Чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего. Так, сейчас. Тебе... Откуда все началось? Было время, а вну умножилось на минус 0,5. Время на минус 0,5. А, ты разве просто складывал? Это же не сложение, это же какой-то скаляр-оп. Ну, это скаляр-оп сложение. А, ой, ты прибавлял просто UVX, ту штуку. Подожди. Что происходит? Подожди, возможно, у меня кто-то перегрелось из-за того, что мы шум считаем постоянно. Да нет. И он решил сэкономить ресурсы и рисовать только, когда что-то меняется. Подожди, подожди, нет медведа, вообще, мышка, ничего? Ага. А, и когда ты мышку двигаешь, он будет перерисован. Так вот, вот такие спецификты я точно первый раз ловлю. Нет, я впереди такой ловил. И там было это связано с тем, что перерисовка UI происходила только когда ты что-то делаешь, и в этот момент шейдер перерисчитывался. Я не знаю, но только что же оно работало. А почему превьюха перестала работать? Раньше превьюха работала в Uplen Noise. Это хороший вопрос. А соединим как прошлого основы. Не ссылка в формуле математическая. Потому что будет... Ну вот, все работает. Ага. 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 Тут можно прям любую кривую нарисовать и она будет видеть такую штуку. Можно сюда же запихнуть наверное. Так, снова тот же спецэффект. Да, да, да. Ладно. Ну логично. Если работа умножает, то работа делится. Да, я не до конца пытался осознавать как это работает, но такой вариант работает, да. Ага, то есть ты тут редактируешь. Да, теперь можно редактировать видео такой вот удобной кривой, то как будет меняться толщина этой штуковины в зависимости от расстояния. И, собственно, еще одна штука, которую мы хотим, чтобы это выглядело как какая-то молния, это чтобы оно не по прямой шло, а немножко отклонялось от прямой. Вверх-вниз вот так вот. Для этого нам понадобится еще один шум и, соответственно, еще большее одевательство над моим графическим процессором. А, это еще один переливательство. А тот же самый переиспользовать мы уже не можем. Ну, оно будет выглядеть немножко странно, потому что положение в вертикали будет коррелировать с толщиной. А, понятно. Это, скорее всего, будет не очень красиво. Так, что нам нужно в качестве offset? В качестве offset нам нужно время и координаты по Y. можно отключить еще один экспрессу. то есть. Продолжение следует... 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 и еще чтобы края опять же не колебались можно взять вот эту же переменную size и сюда же ее запихнуть теперь то как оно колеблется оно тоже будет пропорционально значению вот этой вот кривой по моему что-то слегка не так работает ну ладно у нас есть ощущение что сначала у нас просто была колбаса по которой были какие-то кругляшки внутри потом а он стал еще и вот так вот потом мы его сжали а потом он стал еще и вот так вот колебаться верхний сам по себе в каждой точке и 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 но оно выглядит как-то немножко не так как задумывалось но в общем суть примерно такая и и и теперь можно будет и и и было несколько и там они еще вертелись чтобы из чтобы они шли из одной точки к какому-то объекту в принципе я могу показать скриптик как это делается а тут еще добавлен хпк пикселей на шейдер чтобы он был как бы прицелован сейчас про пикселевать расскажу но суть с поворотом к цели примерно такая мы берем находим какую-то на которую мы целимся берем ее позицию берем позицию собственно центра этой молнии считаем направление и считаем и поворачиваемся на направление к цели и масштабируемся на длину на расстояние до цели какой-то такой скриптик да с пикселявостью на самом деле тут ситуация такая что у меня не получилось сделать так как я хотел сделать но она выглядит в итоге все равно прикольно собственно я хотел сделать чтобы она выглядела просто просто как пикселевая картинка с ровными пикселями вдоль пикселя экрана но получилось она криво то есть из-за поворота она становится да если горизонтально ее оставить то она выглядит нормально но когда поворачиваем она претерпевает всякие метаморфозы надо пикселизацию повесить после поворота если это возможно не я как раз пытался учитывать повороты из-за этого оно так криво если бы если бы я просто делал пикселизацию обычным способом то оно выглядело бы как будто пиксели нарисованы на вот этом повернутом спрейте и все а вот сейчас на ней еще какие-то косые получаются ну да 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 получается забавно да как я это делал сейчас покажу если найду где да я пытался брать частные производные по текстурным координатам исходя из них как-то разворачивать преобразовывать новые координаты то я сделал с этим что-то не то и получилось вот это я подозреваю что где-то здесь спрятана матрица которую нужно инвертировать но я не понял где и не помню как инвертировать матрицы так что получился вот такой эффект тот момент когда типа баги они и не баги даже вовсе да это это такой красивый баг добавно так а в игре как это выглядело там есть сцена напомню так подожди я я ее сейчас повертел в сцене и она куда-то не туда пытается поворачиваться куда нужно в игре это выглядело вот так то есть эта кривость в принципе довольно гармонично смотрится а вот эта штука как раз колбаса она была прицеплена к ножу слева и справа и когда он двигается она тоже двигалась и выглядела как веревка вот такая живая да как такое щупальца тыкающим ножом как ты делал что там вот этот нож ну у гриба он плавает вверх-вниз аккуратненько на самом деле это 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 вообще это вообще до гениального просто так где это было возможно возможно это было здесь вот у нас нож а а у нас есть анимация просто анимация в акадоте очень мощные вот эти анимации с помощью них можно вертеть абсолютно чем угодно как угодно вызывать функции делать воспроизводить звуки тут очень удобная отдельная штука для звуков которую я нашел слишком поздно и использовал не везде где можно было бы но вот так если чё в юнити тоже можно создавать собственный аниматор или клип это называется и там можно делать трансформы там можно делать так чтобы часть объекта исчезала в момент времени в анимации вот добавлялось и тоже ну да я когда это открыл мне тоже это удивило я такой а чё так можно было так много в коде можно удалить для таких типа мини-катсцен класса да ну и для тех случаев когда анимации не подходят там еще программные твины есть тоже ну понятно и тут еще есть а ты наверное в прошлый раз показывал вот это облако у него тоже крылья выдыхается да облако 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 сейчас сейчас попытаюсь найти где оно было да что там закруглило ой чёрт синусы так где-то здесь должна была быть сценка со всей этой штукой вот вот этот от у координат получается флор а если завизуализировать тогда на что будет похож от и координат это будет угол от центра спрайта на текущую точку которую мы рисуем а да 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 мы просто домножаем это на какой-то синус от этого же так домножаем короче мы это переводим в полярные координаты получается и домножаем длину координаты на какой-то синус от текущего угла плюс домноженное на какое-то число плюс время домноженное на какое-то еще число в итоге получается такая разбитая штука как-то гладко так колеблющаяся еще тригонометрии снова ты понадобилась да вот если бы в школе на геометрии когда проходили тригонометрии специально теперь мы будем писать шевелящиеся облака вот такие а так вот зачем и как понятно прикольно частицы появляются это отдельная штука тоже да просто просто накидано партикулометров вокруг всего они везде одинаковые поэтому спецфекты получается везде одинаковые любые создания который пишет как я это но и в тренинг в это вот это она и вот изначально у него вот такая текстура с такими искажениями получается вот это вот я сначала подумал что она целиком полностью рисуются шейдером а это оказывается трансформация текстур да то лучше и текстура изменяют ее границу она сама по себе кривое еще так это мой телефон или нет гребаные спамеры так что еще рассказать я не придумал еще рассказать подожди я что-то хотел рассказать про кастомные ноды так тут мы имеем библиотечку собственно со всякими нодами например вот такая простенькая штука которая просто вставляет сочетание функции степ и функции микс то есть в зависимости от того больше или меньше какая-то из двух переменных на входе возвращает что-то более близко к одной переменной из других двух переменных или короче сложно сформулировать как это работает то есть можно взять тут какой-нибудь визуальный шейдер вот собственно тут она используется на вход подаем два цвета какую-то переменную какую-то еще переменную константу которая позволяет если зона то делает переход плавный вот так и в коде тут просто по сути пишется какой-то кусок кусок генератора генерирующего вот те самые текстовые шейдеры в итоге я пишу код который пишет код шейдера вот вот это то что генерирует код непосредственно тут вот эти проверочки проценты подставляют форматирование шаблонов подстановка шаблонов шаблон и на выходе получается вот такой кусок а если мы уберем отсюда вот этот вход то код заново перегенерируется и уже немножко в другом варианте подожди он не перегенерировался а ты говорил что ты куда-то за контрибьютил какие-то свои кастомные ноды от какой-то репостерии из помидхамента да собственно вот это вот библиотечка visual shader node library да все это в в в в Вот это библиотечка. Вроде есть какая-то еще более продвинутая библиотечка с таким же набором нот. А как вот эти шедер-графы в GitHub запушишь? Они… там текстовые файлы, да, или там бинарные какие-то файлы? Там дотовские файлы в каком-нибудь очень странном формате, который мерзжить просто адски сложно. Так что лучше раскидывать все ресурсы по отдельным файлам в годоте, если работаете в команде. И лучше как-то договариваться, кто над чем работает, чтобы потом это не мерзжить. Ну, такая же проблема, как видите. В принципе, то же самое. Понятно. Ну да. Как я понимаю, ты открываешь редактор шедер-графы и просто передвинул окошечко, а ты поменял его калинаду поиски. Это уже изменение в ассете. Ну да, скорее всего так и будет. Говорят, что нужно в универе с поисковским шедером, чтобы люди поняли, как применяется математика. Потому что шедер – это визуализация математики. Вот такая вот игра. Классная. О, Кань. О, Кань. Ну, не знаю, тогда можно эту запись, наверное, закончить. Чтобы я потом ее собрал и выложил. Вот. А так, может быть, что-нибудь веселое обсудить? Сейчас я, наверное, даже смогу показать, как это действительно выглядит. А, угу. Да. Внутри там получается какая-то вот такая фигня. Угу. Ну не так, кстати, плохо. Ну да, он текстовый, но намерзшие такие вещи сложно. Это я проверял. Наверное, если человек аккуратно поменял только переменную число и не двигал ничего вокруг, тогда оно, скорее всего, будет хорошо множиться. Потому что настройщик поменяется. Да, тогда есть шансы. Но все равно лучше разделять все на отдельные файлы. Потому что Godot может хранить какой-то ресурс в виде встроенного куска в каком-то другом файле. То есть ты можешь там сцену сделать, в сцене сделать ноду, в ноде сделать какой-то свой материал, в материале сделать шейдер. И все это будет лежать в одном файле в виде вложенных ресурсов. Вот такие штуки действительно сложно будет, наверное. Понятно. Так, ну что, останавливаем? Ну давай, останавливаем.